МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители микрорайона Кунгей снова вышли на митинг. Многие боятся за жизнь своих детей. Мы хотим просто жить, как все нормальные люди. Чтобы не умирали там ни дети, ни током бьет. Это хорошо еще не было с теми случаями. Чем же на этот раз недовольны жильцы в репортаже Айма Мриной? Карагандинец, который два года назад грозился поджечь себя у посольства США, вынужден снова совершить самоподжог. В чем причина, узнавал наш корреспондент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем по порядку. Жители микрорайона Кунгей, район улицы номер 17, боятся за жизнь своих детей. Кабели электроэнергии на этой площадке протянуты под землей. То и дело происходит обрывы. Сейчас местами провода оголены. Несмотря на то, что на дворе 21 век, около половины района Кунгей сидят без электричества и воды. Многие в скорое подключение благ цивилизации уже не верят. Мы хотим просто жить, как все нормальные люди. Чтобы не умирали там ни дети, ни... Током бьет. Это хорошо, еще не было семеретельных случаев. На этом участке микрорайона Кунгей жители порядка 30 домов, не дождавшись положенного наружного подведения электроэнергии, решили проложить провода под землей. По словам людей, компания Караган-де-Жарек на это разрешение дала. Но с тех пор владельцы домов живут, как на минном поле. Проводка то и дело оголяется, рвется, электричества нет. Детей отпускать на улицу страшно. Место обрывов жители обозначили колышками с красными тряпками. Но малшей туда так и манит. Электрики приезжать сюда уже отказываются. Ведь соединять места разрывов кабеля приходится под напряжением. А вызывать специальную лабораторию, которая бы определила точное место повреждения электрических проводов, для людей дорого, так как стоимость этой услуги кусается. Это около 30 тысяч деньги. Такое удовольствие не всем по карману. Тем более, что случаются аварии часто. Уже два года назад застолбили, есть новые столбы. До того, как дать участки людям, уже должны были провода электрические. В общем, освещение и воду должны были дать. Сейчас вот на 15-й год запланировали полностью провода закинуть на эти столбы. Но именно наши участки, особенно нуждающиеся в замене электролинии, сказали, что финансирования не хватает. Еще одна часть Кунгея – дома вдоль автодороги на Алматы в районе Алмалы живут в ожидании электричества около 8 лет. Обращение к чиновникам не дает результатов, жалуются люди. Зимой мы писали жалобу Акиму области от 115 семей. Ответ от него пришел. Пока не пройдет экспо, то из бюджета не будут выделены деньги. Электричество нам не видать. Но ведь у нас нет и воды. Попробовали бы чиновники сами пожить в таких условиях. Между тем, трансформаторные подстанции в этом районе есть, но они пустуют. По словам жителей, самостоятельно протянуть электрокабели им не по карману. Стоимость такого рода услуги влетит им примерно в миллион тенге. Вот так и живут карагандинцы при свечах, ежедневно привозя воду из родника Майкудука. Мы привозим воду из родника в Майкудуке, потому что у городских родственников в квартирах счетчики. А просить их каждый раз налить нам воды неудобно. Мы не можем смотреть телевизор, делать уроки, как все нормальные дети, потому что нет электричества. А нам так хочется посмотреть мультики. А в отделе строительства нашего города на вопрос, когда же людям ждать благ цивилизации, ответили по телефону. И, к сожалению, ничего утешительного. Им нужна сумма в размере миллиард шестьсот миллионов тенге. Власти ждут выделения финансирования из республиканского бюджета. Насколько это затянется, неизвестно. В начале текущего года планировалось из республиканского бюджета выделить порядка 170 миллионов тенге. Но средства были в последующем секвестированы, отозваны. На сегодняшний день вопрос финансирования открыт. А по какой причине отозваны? Причина одна – дефицит бюджета. Таким образом, жителям микрорайона Кунге еще долго придется жить буквально в пещерных условиях. Бороться с оголенными проводами им, похоже, тоже придется самостоятельно. Аймамлина Айденжакан Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Карагандинец Владимир Алиференко уже три года не выходит из здания областного суда. Все дело в том, что грузовой автомобиль, проданный им жителю Астаны, сегодня находится в плохом состоянии. Новый хозяин требует вернуть деньги обратно. Владимир Алиференко три года назад по доверенности и с правом управления передал свой КАМАЗ жителю Астаны Сергею Кузнецову. Грузовой транспорт был в отличном состоянии. Это подтверждает технический осмотр, сделанный в сервисном автомобильном центре Караганды. Новый хозяин решил приобрести его. Правда, деньги договорились передать не сразу, а по частям. Мужчина заплатил всего 20 тысяч долларов в виде задатка. Его договор у меня есть о задатке, официально оформленный у нотариуса, где он сам подтверждает, что машина была в отличнейшем состоянии, в отличнейшем состоянии, и что дальше он по отношению к автомашине и ко мне претензий иметь не будет. Это всё указано здесь. Оставшуюся сумму 13 тысяч долларов Сергей Кузнецов, купивший машину выплачивать, отказался. После чего бывшему владельцу КАМАЗа приходит повестка в суд. От Владимира требовали верную деньги, которые ему были выплачены. А также в претензии говорится о том, что он продал неисправный транспорт. Спустя ещё неделю Владимир Алиференко узнал, что грузовик вообще объявлен в международный розыск. И то, что диагностическая карта автомобиля не настоящая. В общем, его задержали сотрудники полиции в Астане, на которой он перевозил профлис. Работал человек. Машина была вся в удручающем состоянии, вся угробленная. Уже не подлежала, как говорится, всё. Ну, в этом случае полиции я обратился с заявлением, что это моя автомашина, я её забрал. Мне её передали. Теперь Сергей Кузнецов в суде пытается вернуть задаток на КАМАЗ. Но бывший владелец возвращать его не собирается, потому как грузовик находится в плохом состоянии. Была достигнута договоренность уже, когда рассматривали дело в апелляционной инстанции уже после Верховного суда. Алиференко им предложил, вы заберите машину, доплатите сколько там вы должны. Плюс издержки, то, что они машину привели негодное состояние. И мы, ну как, претензий друг другу иметь не будем. Они согласились. На следующий процесс приехали и сказали, нет, мы ничего делать не будем. Чем завершаться судебный тяж, бы неясно. Владимир Алиференко и его адвокат считают, что дело постоянно затягивается. И точку пока в этом деле ставить рано. Николай Кровец, Жаслама Кулбеков, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Карагандинская область находится в тройке лидеров по росту предприятий и промышленно перерабатывающих инновационных проектов. Третье место после нефтедобывающих регионов – неплохой показатель. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В скором времени будут запущены более 30 новых производств и созданы около 6 тысяч рабочих мест. Рост продуктов казахстанского содержания также увеличивается, заявил сегодня заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов. В ходе визита главы государства нам говорилось о том, что потенциал области очень большой. И наша задача – это всемирно его использовать и направлять на благо и социально-экономическое развитие всей области. По словам руководителя управления промышленности и индустриально-экономического развития Толи Гена Егембаева, большую часть доходов в нашу область приносит горно-рудное производство. На сегодняшний момент разрабатываются 16 месторождений. Ведутся переговоры с инвесторами из США, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии и ряда других стран. К тому же на Экспо-2017 свою продукцию в виде строительных материалов и продуктов легкой промышленности от нашей области отправят 12 компаний. Управлением на особом контроле находятся вопросы обеспечения стабильной деятельности промышленных предприятий региона. Для реализации поставленных задач с начала текущего года проводится комплекс мероприятий, направленное на недопущение и снижение объема производства промышленных предприятий области. Несмотря на старания чиновников держать экономическую ситуацию под контролем, внешние факторы, такие как падение цен на металл во всем мире, принесли ущерб и нашим компаниям. Сейчас в нашем регионе ряд предприятий испытывают трудности, на что заместитель Акима области Анувар Ахмеджанов ответил, что выжить смогут те, кто сумеет правильно перестроиться. С начала года в республике действует план поддержки промышленных предприятий. В середине года этот план был актуализирован. Туда внесены новые мероприятия, которые, я надеюсь, позволят уверенно чувствовать себя даже в этих условиях в нашем предприятии. Заместитель Акима области Анувар Ахмеджанов призвал всех поддерживать казахстанское содержание, а именно карагандинское. Только так наши предприятия смогут выплать из сложных экономических ситуаций без особых потерь. Аймамлина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Наручники с гарантией до трех лет. Под такой эгидой в здании специализированного автоциона состоялась акция противодействия коррупции. Лица, способствующие даче взятки государственным служащим, в том числе и работникам Центра обслуживания населения, будут наказываться штрафами в размере 20-кратного размера взятки. Либо разрешением свободы сроком до трех лет. Сегодня специалисты агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции совместно с Первым медиа-центром разговаривали с населением и вручали памятки. Такая акция разъяснения закона о коррупции стартовала уже в ряде городов нашей страны. Алмата, Шамкент, Талдыкурган и вот очередь дошла до шахтерской столицы. По словам организаторов, Центры обслуживания населения выбраны не случайно. Именно здесь граждане получают наибольшее количество государственных услуг. А некоторые этим пользуются в корыстных целях. Зачастую причиной этих мошеннических манипуляций, в том числе дачи взяток, становятся сами граждане и их неграмотность. Четко указаны три статьи, в которой принят новый уголовный кодекс. Это 366-й получение взятки, 367-й дача взятки и 368-й – это посредничество. Просто наши граждане, некоторые не понимают, что есть статья за посредничество. Организаторы провели анкетирование 200 человек. Результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего. Граждане недовольны обслуживанием в цонах. Некоторые даже не скрывали, что видели факты мошенничества. Некие лица, обещав быструю готовность бумаг, просили взамен деньги, при этом не являясь работниками цонов. В связи с этим граждан просят быть бдительными. Свидетелям коррупционных проявлений обращаться в колл-центр по номеру 1494. За это граждан, кстати, будут поощрять материально. Есть нарушения во всех сферах. Есть системы, с которыми мы сейчас работаем, чтобы их не допустить. ЦОН, он просто получает и передает документы. Но, к сожалению, такая сформировалась практика, что все, скажем так, нарекания от населения идут к сотрудникам цона, хотя они просто принимают и получают. Что говоря о уголовных делах, также имеются факты. Довольны ли люди работой центров обслуживания населения, мы решили узнать лично. Мнения о населении были разные. Вся работа в ЦОНе идет не очень положительным ходом. Сотрудников очень мало, потока людей очень много, кондиционеров мало, жара стоит большая. Качество обслуги очень устраивает. Консультанты вежливые, приветливые объясняют все доходчиво. Не приходится по 10 раз переспрашивать. Таких очередей нет, как раньше. Приходим, берем талончики, садимся, ждем. Потом каждого вызывают. Ну, очень удобно. Все в одном месте, никуда ходить не надо. Но организаторы акции считают по-другому. Нахождение в одном помещении различных госструктур напрямую может вызвать коррупционные искушения, говорят они. Теперь они намерены проводить такие акции чаще. Если нужно, будут ходатайствовать о разделении данных госорганов. Аймамрина Айденжакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. С начала года в Караганде начали проводить операции на барабанных перепонках. Областным медицинским центром было закуплено новое современное оборудование по программе «Саламаты Казахстан». Карагандинцам уже было сделано 500 операций. Из них 30% через бюро госпитализации по государственному заказу. А это значит на бесплатной основе. А другие экстренные случаи на коммерческой основе. На сегодняшний день это единственное лороотделение в области, в котором расположено 30 коек для обратившихся пациентов. Теперь жители Караганды могут не выезжать в другие страны, чтобы сделать такую операцию. Раньше, около трех лет, мы уже начали слухолучающую операцию делать, эндоскопическую операцию делать. Они раньше все ездили за рубеж или в Астану, в Алмату ездили. Сейчас делаем здесь в наших условиях, в наших условиях в лороотделении. На Щерубай-Нуринском водохранилище сотрудники водно-спасательной станции поселка Топар обнаружили двоих молодых людей на резиновой лодке. Они на далеком расстоянии от берега были без спасательных жилетов и других средств защиты. Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, лодку с людьми унесло ветром на тысячу метров от берега. Для спасения были привлечены специалисты водно-спасательной станции. Люди от медицинской помощи отказались. Спасатели-водолазы на мотолодке с помощью спасательных жилетов и кругов доставили молодых людей на берег. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. Еще раз напоминаем гражданам, чтобы они соблюдали элементарные правила поведения на воде, ведь их безопасность зависит от их самих. 17 837 правонарушений за истекший период 2015 года уже насчитали правоохранительные органы Карагандинской области. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года на 50%. Управление Комитета правовой статистики и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области провело расширенное оперативное завещание. С 2015 года в уголовное и процессуальное законодательство внесены серьезные изменения, что и повлияло, как считают специалисты, на повышение зарегистрированных правонарушений. Помимо этого были обнаружены грубые нарушения закона о порядке обращений физических и юридических лиц в исполнительные органы. Были нарекания и в борьбе с коррупционными проявлениями. Например, были выявлены нарушения сроков обращения граждан в Акимат города Балхаша. Дисциплинарный совет подтвердил факты. Заместитель Акима города и два руководителя отдела предупреждены о неполном служебном соответствии. Другой заместитель Акима получил замечание. Установлены факты не сдачи деклараций о доходах лицами, уволенными с государственной службы по отрицательным мотивам. Таких случаев десятки. При этом сотрудниками органов государственных доходов они не берутся во внимание. По результатам проверки к дисциплинарным взысканиям привлечено 16 должностных лиц. В соответствии с последними изменениями в законодательстве разработана абсолютно новая система учета и контроля проверок. Единый реестр субъектов и объектов проверок. Он уже стартовал в органах по защите прав потребителей области. Уже выявлен ряд проведенных незаконных проверок. В целом по области количество преступлений возросло за счет преступлений небольшой тяжести. Большая доля регистрации преступлений приходится на органы внутренних дел. На оперативном совещании обсуждены недостатки, по которым выработаны меры по их устранению. Сергей Высокосов, Жасулан Макубеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Людям, страдающим сердечными заболеваниями, лучше не летать в самолетах или быть крайне осторожными. К такому заключению врачей натолкнуло недавнее печальное событие. Напомним, 20 июля на борту самолета российской авиакомпании скончалась 64-летняя карагандинка Юлия Васильева. Во время полета рейсом Алмата-Москва женщине стало плохо. Экипаж воздушного судна попытался совершить экстренную посадку в Самаре. Однако помочь пассажирке, к сожалению, не удалось. Почему лучше воздержаться от полетов и что по этому поводу думают жители шахтерской столицы, узнавал наш корреспондент Аймамрина. Причина смерти карагандинки – это сердечная недостаточность. Проблемы со своим здоровьем, особенно с болезнями сердца, зачастую ограничивают людей в различных действиях. Так, например, им противопоказаны чрезмерные физические нагрузки. Врач-аритмолог-хирург областного кардиохирургического центра Алексей Бокач советует сердечникам быть осторожнее. В дорогу непременно нужно брать с собой лекарства. И если вы в своем здоровье сомневаетесь, то от полета или поездки лучше отказаться. Если вы летите в самолете и увидите, что человеку стало плохо, который сидит рядом с вами или впереди, вы должны, прежде всего, сообщить об этом экипажу самолета. Потому что стюардесса или стюард, они обязаны уметь проводить первую медицинскую помощь, как это массаж сердца или искусственное дыхание. Несмотря на предостережение, пассажиров в аэропортах не становится меньше. Авиакомпании не проверяют их медицинское состояние. С вопросом, посещают ли карагандинцы врачей перед полетом, мы обратились к гражданам города. Наверное, это нужно, необходимо. Электрокардиограмма, особенно в возрасте, наверное, это надо. И чтобы не было никаких казусов в самолете, я думаю, что это необходимо. И каждый человек должен об этом думать. Я летала, когда была молодая. Сейчас давно уже не летала. Но я, в общем-то, за своим здоровьем слежу, поэтому ничего страшного у меня нет, например, чтобы чего-то бояться, опасаться. Если ты чувствуешь себя больным человеком перед какой-то поездкой, то нужно обратиться к врачу, может быть, сделать даже прививку. Может быть, обязательно берешь с собой в дорогу много лекарств. Витамины, препараты противовирусные – это обязательно. А теперь несколько советов любителям перелетов на самолетах от специалистов турагентств. Если вы собрались за границу, подумайте о том, как защитить себя во время поездки. Непривычный климат, незнакомая пища, экзотические животные и насекомые – все это может стать настоящей проблемой и привести к большим тратам денег. А рассчитывать на помощь близких вы не сможете. Поэтому имеются программы медицинского страхования, которые предусматривают возмещение всех расходов, возникших в результате внезапного заболевания или несчастного случая во время пребывания гражданина за границей. Аймамлина, Исламбегуспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. До встречи в эфире «Амансово Болгстер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова